Ребят, всем привет! Это уже девятнадцатая серия нашего пути, просто огромное спасибо, что смотрите этот путь. И вообще, если все идет по плану, то это второе видео за два дня. Так что очень надеюсь, что лайками под этим видосом вы точно не обидите. Bighost.org это сервис, с помощью которого каждый из вас может создать свой сервер в Sampi, KrMP или MTA очень быстро и по низкой цене. Ссылка на этот хостинг есть в описании, приятного просмотра. Ну что, ребят, в этой серии я планирую снова продолжать мой бизнес по охлаждайкам. Кстати, как вы видите, я решил вернуться в банду и продолжить ездить по темной удаче. Сегодня я уже успел поучаствовать в закладках и за один Payday я смог получить пять закладок. И просто посмотрите, что мне из них выпадало, в основном это как раз таки охлаждайки. Так, а вот сейчас смотрите, я как-то даже завидовать начал этому Доминику. При работе на ферме он поймал грядку для выращивания льна. Если вы помните, в прошлой серии я вбил это как новую цель. И за эти пару дней после выхода видоса я успел нафармить, ребят, внимание, 2000 льна и хлопка. То есть, как я и обещал в прошлой серии, мы сейчас прямо сделаем 100 попыток крафта охлаждаек. И по-хорошему нам сейчас должно дропнуться 50 охлаждаек, а то и больше. Все, ребят, прошло ровно 20 минут, как я и говорил, только что стукнул Payday. И я совсем забыл про темную удачу, как раз таки на которую я сейчас и еду. Я уверен, что, да, все, за один биткоин мы купили одну закладку. И едем примерно к автошколе. Так, ну и кстати, да, давайте глянем, сколько у меня охлаждаек скрафтилось. 52 штуки. До крафта у меня было 6 штук, сейчас 52. Это получается, что даже меньше 50 я в итоге смог скрафтить. Все эти охлаждайки я продаю по 200 тысяч и примерно выйдет это у меня в 10 миллионов. Основную часть ресурсов я добыл сам с помощью своих граблей. И буквально штук 100-200 я купил на центральном рынке в целом где-то на миллион-полтора. Так, все, я приехал к закладочке нашей. Смотрим, что у нас тут. Отлично! Это именно то, что мне как раз таки сегодня было и нужно. Я быстренько перезашел в игру для того, чтобы сгонять на темную удачу еще раз. Потому что я уверен, что еще пару-тройку закладок я абсолютно точно смогу взять. Берем следующую и в этот раз отправляемся уже не так далеко. Подбираем еще одну закладочку, получаем мясовозку. И все, к сожалению, больше взять я не могу. У меня получилось только 2 штучки за этот Payday. Но самое главное, мы выбили 2 смазки, погнали купим еще парочку. И наконец-таки скрафтим вот эту мою видеокарту, которая лежит у меня в инвентаре уже, наверное, лет 5. Я написал в вип-чат о том, что покупаю смазки по 400 тысяч. Никто не откликнулся. Попробуем купить вот в этой вот толпе по 450. Ладно, походу у нас смазки тоже как-то дефицитнулись. Поэтому здесь у нас парень продает 20 по 570. Давайте купим штучек 8, потому что сейчас у меня видеокарта второго левела. И уж за 6 попыток, я надеюсь, до 5 мы ее скрафтим. Все, погнали ее быстренько улучшим. У меня уже начался процесс. До третьего левела успешно, отлично. У меня остается 10 смазок. До четвертого тоже, прекрасно. Ну и все, остальные, если сейчас скрафтится до пятого, остальные просто продам. Все. Ну что, добро пожаловать. Это уже седьмая видеокарта в моем подвале. Потратим одну жишку на эту карточку и запустим ее. Все. Класс. Я теперь в семикратном размере майнер видеокарт биткоинов. У меня, кстати, доступно сейчас 24 биткоина. Погнали их снимем и продадим в банке. Я бы, конечно, сегодня очень хотел бы добить количество охлаждаек у меня в инвентаре до 100. В этом мне, конечно, должна помочь темная удача, на которую я буду кататься каждый пейдей. И помимо этого мне нужно найти игрока, который дал бы мне в аренду суперграбли. Потому что как бы я не полюбил бы сейчас эти мои грабли, по сравнению с суперграблями эти, мягко говоря, проигрывают. Так, продаем, в принципе, давайте 50 штучек продадим за 2 миллиона. Оставим мне 12 штучек на закладке. Я думаю, что на ночь, в принципе, мне этого должно хватить. У кого суперграбли есть? Есть. Так, походу, ни у кого их нету. Меня вообще в вип-чате обозвали фармилой. Так-то да. Так, и мне пишут, приедь на ферму Данте. Это Кама, мой знакомый. И мне еще предлагают купить эти суперграбли за 120. Но... Не. Так, и вот смотрите, 858-й покупает 6 смазок по 500 тысяч. У меня как раз-таки 6 смазок. И, походу, у меня сейчас на ферме будет сразу 2 встречи. Ой, у Камы, оказывается, суперграбли есть. Отлично. На скок, Данте? На пару часов. До 23.20. Сейчас, если что, 21.20. За скок, Даш? За 0. Нет, так не пойдет. Давай за 2 ляма. В принципе, 2 ляма, по-моему, нормальная цена. Я смогу за эти 2 часа нафармить как минимум 1000 льна и хлопка. Ну год есть-ка. Короче, я понял. Хоть мы с Камы и друзья, но все равно... Даже друзьям за аренду я все равно хочу платить бабки. Чтобы все было по-честному. И он офнулся. Все, ребят, короче, я арендовал эти грабли. Подъехал как раз таки Арнольд. Ему мы передаем мои 6 смазок за 3, я так понимаю, миллиона. Все. И можно сказать, за пару минут я купил суперграбли, которые я взял за 2 миллиона. Вот, если что, скрин того, как я взял в аренду, чтобы вы не думали, что я обманываю. Ну что, у нас сейчас времени 21.26. Я начинаю свою работу и просто, просто зацените, как работают эти грабли. Мы собираем урожай, я не знаю, буквально за 2 секунды. Мне сейчас очень жалко вот эту вот девочку Вика Мирная. Потому что мы вдвоем с этим парнем суперграблями. И вот эта Вика, она может просто ни одного льна сейчас не забирать. Короче, ребят, все. На 2 часа примерно я пропадаю на ферме. Фермер Данте. Всем привет. И смотрим, сколько у меня всего прибавится через 2 часа. Так, ребят, ну что? Наверное, по мне видно. Я устал. Сразу смотрите, мне Кеша Бабиджон предлагает охлаждайки за миллион 7 штук. В трейде мы как раз таки видим, сколько ресурсов я нафармил. Ну, сейчас еще более детальнее вам покажу. И 7 охлаждайок за миллион, это меньше, чем по 150 тысяч за штуку. Короче, время у нас сейчас уже половина 12, то есть даже чуть больше 2 часов я поработал суперграблями. Каждого ресурса я нафармил ровно по 1120 штук. Мне повезло, что мой админский магазин находится прямо тут рядом, поэтому сейчас купим водички и пойдем крафтить, по-моему, 56 попыток. На всякий случай возьму 60. Охлаждаек у меня в инвентаре 58 штук. Я, конечно, не рассчитываю, что прям каждая попытка у нас будет успешной, но если будет где-нибудь 75-80, будет уже очень даже хорошо. И, кстати, смотрите, что я снова нашел у себя уже не в подвале с вентиляцией, а в обычном подвале. 56 попыток начинаются прямо сейчас. Крафт у нас, ребят, завершился успешно, и я встретил здесь челика, который прибежал ко мне в подвал и сказал, что я его не добавил в друзья ВКонтакте. Короче, этот парень хочет у меня купить мои охлаждайки. Охлаждайки спрашивает, сколько у меня их. Я еще не смотрел, смотрю вместе с вами, ребят. 85. Блин, это мне сейчас очень повезло, 85 штук. Если я прямо сейчас ему это все продам, это будет просто офигенно. Так, предлагаем сделку. 85 охлаждаек. Честно, я изначально планировал идти на ЦР, всю ночь, наверное, их продавать, но в итоге вот так вот подвернулся случай. 16 миллионов с комиссией мне в итоге прилетело. Еще будет? Я вечером заскочу. Slash.me передал визитку с номером. Звони, дорогой. Все, ребят, в принципе, кажется, я нашел себе первого постоянного клиента в моем бизнесе с охлаждайками. У меня на счету уже 54 чистых миллиона. И я напомню, что это значит. Это значит, что практически я уже отбил свои вот эти вот грабли, на которые я потратил 33 миллиона. Сейчас у нас будут снова закладки, буквально через минуток 8. Я надеюсь, что при онлайне в 650 человек мне удастся сгонять, не знаю, раза 4-5. 5 закладок я открыл. И... Ба. 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 Думаю, завтра можно вполне увольняться с Грув Стрит и больше их никогда не искать. Всем спокойной ночи. Субтитры создавал DimaTorzok